Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Бюджет республики принят. Что еще обсудили депутаты Народного собрания последней сессии, узнаем через минуту. Два ДТП со смертельным исходом за сутки. В Кизляре насмерть сбитая женщина в Баба-Юрдовском районе. В результате аварии погиб молодой парень. 20 тысяч жалоб. Именно столько обращений от дагестанцев обработал республиканский ЦУР за год работы. Бюджет республики Дагестан принят в окончательном чтении. Сегодня состоялась последняя в этом году шестая сессия Народного собрания республики. Президиум включил в повестку дня 27 вопросов. А какие именно, расскажет Наталья Ханбабаева. Главный финансовый документ республики изменился. Ко второму чтению во внимание приняли все предложения депутатов. С учетом федеральных дотаций и субсидий доход республиканского бюджета составляет более 170 миллиардов рублей. Однако он все еще остается дефицитным, отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов. Ко второму чтению мы подошли со следующими изменениями. Доходы республиканского бюджета увеличились на 12 миллиардов 100 миллионов рублей. В частности, по налоговым и неналоговым доходам увеличение составило 665 миллионов рублей. По межбюджетным трансферам в связи с поступлением дополнительных цельсий с федерального бюджета увеличение составило 11 миллиардов 420 миллионов рублей. Расходы республиканского бюджета, соответственно, увеличились на 12 миллиардов 100 миллионов рублей, из которых на уменьшение дефицита бюджета направлено 2 миллиарда рублей. И дефицит бюджета составляет не 14 миллиардов, как это было в первом шее, а 12 миллиардов. Объем расходов бюджета определен в сумме более 182 миллиардов рублей. По словам выступивших, в первую очередь учитывались именно социально значимые траты. Так, например, парламентарии решили увеличить расходы в сфере образования на 4 миллиарда рублей. Так, по разделу образования, в целом расходы увеличены на 4,1 миллиарда рублей, с учетом капитальных вложений. Из них 567 миллиардов дополнительно направлено на повышение заработной платы педагогов в виде субвенций, которые передаются на местах. С учетом суммы, которая была зарезервирована, в целом увеличение расходов по субвенциям по гостандарту само составляет 891 миллиарда рублей. 264 миллиарда рублей по разделу образования, предусмотрено на материально-техническое оснащение, ремонт, завершение водоустройства образовательных учреждений. 134 миллиарда рублей в соответствии с теми пожеланиями, которые были высказаны на публичных слушаниях, рекомендации счетной палаты, предусмотрено на проведение оздоровительной кампании детей. 70 миллиардов рублей на ежемесячные денежные выплаты за классное руководство педагогов. По итогам обсуждений парламентарии утвердили бюджет Дагестана на 2022 год. Кроме того, был принят ряд внутрипарламентских кадровых решений. Так, депутат Народного собрания Ильяс Мамаев был избран председателем Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике. А его заместителем стал депутат Малик Баглиев. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Два смертельных ДТП за сутки произошли на дорогах Дагестана. В Кизляре насмерть сбили женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Водитель БМВ не успел затормозить на скользкой дороге. От травм женщина скончалась на месте. Человека, находившегося за рулем, задержали. Трагедия также случилась в Баба-Юртовском районе. Водитель автомашины «Лады» 14-й модели, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. Погиб пассажир в легковушке. Молодой парень, 23-летний, местный житель. За рулем «Лады» находился мужчина, 32-х лет, который не имел водительских прав. Он доставлен в больницу с различными травмами. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция. В Сунтинском районе и на Бештинском участке лавина опасна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики. Спасатели призывают жителей региона воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки. Но если все живы оказались вблизи схода лавины, МЧС рекомендует не паниковать, а позвонить в службу спасения. Укрыться за скалой и дышать через одежду. Напомним, телефоны экстренных служб – 1-0-1 и 1-1-2. Свыше 20 тысяч жалоб и обращения жителей республики обработал Центр управления регионом в Дагестане за 2021 год. Такие данные озвучил руководитель ведомства Султан Амдуралимов. Сегодня ЦУР подвел итоги своей работы и провел обучающий семинар для сотрудников. Жалуются на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, вопросы детских выплат от 3 до 7 лет, вопросы трудоустройства граждан и так далее. Любой житель республики Дагестан может оставить свой комментарий под публикациями официальных аккаунтов органов государственной власти республики Дагестан. Далее этот комментарий автоматически переходит в систему инцидент-менеджмент, где специалисты Центра управления регионом республики Дагестан уже его обрабатывают и направляют в муниципальное образование или органы исполнительной власти республики Дагестан для дальнейшего рассмотрения и составления ответа гражданина. Основная задача ЦУРа, как и прежде, обеспечить эффективную обратную связь между органами власти и населением региона. Все обращения, которые у нас стекаются в Центр управления регионом, непосредственно также они мониторятся федеральными органами власти. Но благодаря той успешной интеграции Центра управления регионом с руководством республики Дагестан, большинство вопросов решаются уже на месте. С учетом взаимодействия с администрацией главы и правительства республики Дагестан, с министерствами, с муниципальными образованиями. Мы ежедневно направляем эти отчеты в дальнейшем и контролируем их исполнение. 23 земельных участка в Каспийске получили многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие приурочили к Новому году, обозначив его как «Елка счастья». Бирки с адресами участков были подвешены в мешочках на новогодней еле. Каждому предлагали выбрать мешочек по желанию. Первый заместитель главы города Каспийска, председатель городского собрания депутатов, представители духовенства и общественности не оставили без внимания детей. Для мальчиков и девочек выступили аниматоры и вручили сладкие подарки. Позднее в ходе выездного мероприятия всем получившим землю покажут, где именно расположены участки и разъяснят процедуру оформления документов. По поручению главы города Бориса Ивановича Горонцова, этой работе было уделено очень много времени. Летом мы уже распределили часть земельных участков среди льготников, вы все об этом тоже знали. И сегодня второй завершающий этап в этом году. Будем эту работу продолжать и в дальнейшем. Сегодня на этом, на этих 23 участках этот год мы завершим. Данное мероприятие, оно я думаю не последнее и в будущем мы тоже будем идти в этом направлении. Поэтому я со своей стороны всегда ребят уговариваю, вы становитесь в очередь, в любом случае сегодня, завтра ваша очередь тоже настанет. Поэтому надежда всегда остается. Так что еще раз вас, дорогие космичане, поздравляю. Я думаю, каждый слуголок все равно на этом участках построит. Квартиры инвалидам. В республике на сегодняшний день в очереди на получение жилья от регионального жилищного фонда находится около 17 тысяч людей с ограниченными возможностями. И как оказалось, за последние 10 лет никто из них не получил заветные квартиры. О вопросах выделения жилья льготной категории людей говорили на встрече специалисты Всероссийской организации родителей детей инвалидов. Мы сейчас будем думать, как дальше быть, как сделать так, чтобы эта очередь все-таки двигалась и инвалиды не были вынуждены ждать до конца жизни, а многие еще и умирают, так и не получив жилье. Мы принесли предложение правительству о том, чтобы минимально сократить количество документов, которые должны собирать инвалиды, потому что они очень теряются. Им очень сложно ходить по всем инстанциям. Многие сидят на колясках и не везде доступная среда, чтобы это количество документов до минимума сократили. Еще одна проблема, которая поднималась на встрече, это то, что инвалиды должны внести первоначальный взнос в размере 750 тысяч рублей. Это обязательно условие программы, однако далеко не каждый из этих людей может располагать такой суммы. Поэтому к проблеме подключаются благотворительные фонды, чтобы стать гарантами и погашать сумму вместо инвалидов. О роли русского языка в полиэтническом регионе говорили в Махачкале на третьей Всероссийской конференции, которая прошла в ДГТУ. На мероприятие были приглашены представители вузов республики. Участники обсудили актуальные вопросы, роли русского языка в развитии, формировании и распространении национальной культуры. Организатором встречи традиционно выступил Республиканский центр русского языка и культуры при Министерстве по национальной политике и делам религий. Вообще общая цель это показать, что русский язык, особенно в Дагестане, это возможность и инструмент продвижения русского мира, евразийского мира, не только в нашем регионе, но и в постсоветском пространстве. Сегодня так или иначе каждый из выступающих об этом заявил. Это будет изложено и в публикациях, более подробно. Основная задача, поставленная и президентом страны, и научным сообществом России, о том, что наше пространство держится, скреплено именно российской культурой. А центром этой культуры являются русские языки. Дагестанцы стали обладателями медали Кубка России. Турнир с участием более 300 спортсменов из 50 регионов страны прошел в Грозном. Серебряным призером весовой категории до 90 килограмм стал Наджибулла Давудов. Воспитанник столичной школы имени Ахмедова провел в турнире шесть встреч, уступив только в решающем поединке Роману Донцову из Тюмени. В шаге от золота в категории до 66 килограмм остановился и одноклубник Давудова Майндура Лискантов. В упорном противостоянии махачкалинца с чемпионом Европы Исламом Яшуевым успех сопутствовал более титулованному хозяину татами. Дагестанец Гамзат Гаджи Камилов возглавил Сурдолимпийский комитет России. Выборы нового руководителя комитета прошли в Москве. Кандидатуру 35-летнего выходца из Дагестана поддержали 8 из 12 членов исполкома. Камилов в прошлом спортсмен. В 2019 году он был избран президентом Федерации спорта глухих в республике. Смотрите нас также на нашей официальной странице в инстаграм, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин